30 марта в Санкт-Петербурге на M1 Challenge 90 брат Магомеда Маликова, Магомед Камиль Маликов, проведет бой против Сада Укара. Реванш Роберта Уитакера против Йоэля Ромеро станет главным событием UFC 225, который пройдет в Чикаго утром 10 июня. Крис Уэйт покидает UFC и присоединяется к организации ПФЛ. Как предполагается, Крис примет участие в гран-при промоушена в легком весе, где главным призом станет 1 миллион долларов США. Маккензи Дерн, не так давно победно дебютировавшая в UFC, проведет свой следующий бой в промоушене утром 13 мая на турнире UFC 224 в Бразилии. Ее соперницей станет Аманда Купер. Тренер Конора Макгрегора Оуэн Роди рассказал, что в планы Конора входит дождаться поединка Фергюсона против Хабиба и только потом, учитывая тот фактор, кто станет победителем, рассматривать варианты по возвращению в UFC. Михаил Колобегов после победы над Тиаго Сильвой заявил, что его скоро ждет операция на глаз и что после нее он завершит карьеру бойца. Хотя оставляет варианты для возвращения, но только в случае очень выгодных финансовых предложений. Победительница 26 сезона ТАФ и действующая чемпионка UFC на легчайшем весе Ника Монтаньо не против после своего восстановления от травы встретиться в октагоне с Валентиной Шевченко. При идеальном раскладе она готова провести этот бой утром 8 июля на турнире UFC 226. По слухам, Майк Джексон с рекордом, состоящим из одного поражения в профессиональной карьере, которое ему нанес Микки Гол, может стать следующим соперником CM Punk'а. Джастин Гейджи высказался по поводу желания однорукого бойца ММА Ника Ньюэлла выступать в UFC. Я считаю, что Ник Ньюэлл заслуживает этот шанс. Напомню, что Джастин единственный, кто побеждал Ника за всю его карьеру. Георгий Караханян заявил, что в связи с его крайними неудачными боями он решил поменять лагерь. И сейчас он готовится к своему дебютному бою в Лиге Сибири с Кабом Свонсоном и Ти-Джеем Дилашоу. Тони Фергюсон, несмотря на то, что официально он всего лишь временный чемпион, а действующим чемпионом числится Конор Макгрегор, считает, что его бой против Хабиба Нурмагомедова на UFC 223 станет для него первой полноценной защитой титула. Аманда Нунес, чей бой против Ракель Пеннингтон возглавит турнир UFC 224, заявила, что не оставляет надежд провести в будущем бой против Крис Сайборг, но не готова сидеть в ожидании этого супербоя. Поэтому после поединка на UFC 224 следующей соперницей она видит Кэтлин Виеру. Даниэль Кормье в интервью рассказал, что считает своего будущего соперника Стипи Меочича очень талантливым бойцом и что бой против него это большой вызов. В то же время он уверен в своей победе, ведь готовится он к поединку с лучшим тяжеловесом в истории ММА Кейном Веласкесом. Даниэль Кормье не считает реалистичными планами подготовки Флойда и Мэйвезера-младшего к боям по ММА. Он заявил, что от тренировок по борьбе Флойда с Тайроном Вудли ничего не изменится, потому как сам Кормье потратил 25 лет для того, чтобы выйти на хороший уровень в борьбе. Рикардо Рама, стартовавший в UFC с двух побед, уверен, что в случае поединка его навыков хватит для победы над восходящей звездой промоушена Шона Мамоли. При этом сделать он это рассчитывает досрочно. Джимми Манува в случае победы на этих выходных над Яном Блаховичем рассчитывает в своем следующем бою получить соперники победителя пары Тейшера-Ойсдемир. Фабрисио Вердум рассказал в интервью перед своим поединком против Александра Волкова на турнире UFC в Лондоне о том, что во время совместных тренировок у них не было никаких проблем, что считает Александра отличным парнем. Но 17 марта он постарается провести ему сабмишен, хотя может провести и весь бой в стойке. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк назначила судей и рефери на турнир UFC 223 Фергюсон против Нурмагомедова. Судьями станут Сол Диамата, Дэвид Брюс, Глент Роубридж, Дэвид Тирелли, Кристофер Ли и Дерек Клири. Рефери в октагоне назначены Дэн Мираглиота, Тодд Андерсон, Кит Питерсон и Роб Хайнц. Кертис Блейдс надеется, что победа над Алистаром Аверимом поможет ему вырваться фавориты титульной гонки и получить свой шанс побороться за пояс. Также он рассказал, что считает фаворитом Стипа Меочича в его супер поединке с Корбье. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в нашей новой рубрике, где мы постарались собрать для вас новости за прошедшие сутки. Также не забывайте, что нужно подписаться на нас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok